Северная столица Благодаря связям в спецслужбах ему удастся создать небывалого размаха государственно-криминальный синдикат. Небывалой прочности связку бюрократической иерархии и бизнес-элиты, которые вместе опустошают госбюджет, качая оттуда деньги для собственных барских нужд. Страну, где силовики крышуют криминал и вместе следят за населением, которому отведена роль благоговенного пресмыкания перед произволом властей во имя лозунгов фантомного величия. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Вообразив себя великим архитектором, он сдул пыль с древних еще царского разлива мифов, а о великой и могучей России, используя пропаганду, приучил россиян терпеть разного рода нужды ради вставания с колен. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Это подымание русских длится уже почти 20 лет. Тем временем Владимир Путин без раздумий пускает все ресурсы на одну задачу – шантаж мира ядерным оружием. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом – а зачем нам такой мир, если там не будет России? При этом влиять на мировые процессы ему помогает не только атомное оружие, но и армия лоббистов по всему миру, которых новоявленный русский царь щедро прикармливает народными деньгами. 44-летний бывший заместитель мэра Петербурга перебрался в Москву в августе 1996 года. Новое место работы – администрация президента Ельцина. Ельцин поручил Путину собрать все данные о зарубежных активах Советского Союза. Это гигантские суммы, это же триллионы долларов. И на основе этого Путин, естественно, вошел в контакт с наиболее богатыми влиятельными людьми России. Чем-то подобным экс-КГБшник занимался в команде петербургского мэра Анатолия Собчака. Возглавлял департамент внешних связей мэрии и параллельно выплетал паутину своего политически криминального синдиката. Например, Санкт-Петербургское акционерное общество управления недвижимостью и капиталовложениями, или сокращенно СПАК. Среди соучредителей общества был финансист из Лихтенштейна Рудольф Риттер, который специализировался на отмывании кокаиновых денег наркобарона Пабло Эскобара. Петербургская мэрия была представлена Путиным, а дочерними организациями СПАК в России стали коммерческие структуры, принадлежащие бизнес-партнеру ВВП Владимиру Смирнову и Владимиру Кумарину, одному из лидеров Тамбовской ОПГ. Что люди, связанные со СПАК, имели теснейшие связи с Владимиром Смирновым. И этот Владимир Смирнов стал, так скажем, связующим звеном между Тамбовской мафией с одной стороны, Владимиром Путиным с другой, а также с фирмой СПАК здесь, в Германии. В Москву Путин постепенно перетащил своих коллег из Собчаковского пула. Самая известная из них это ручной премьер Дмитрий Медведев, в свое время серый кардинал и один из ближайших советников Игорь Сечин, глава Газпрома Алексей Миллер, экс-глава Сбербанка Герман Греф и Виталий Мутко, будущий главный спортивный функционер России. Со временем люди Путина начали контролировать все финансовые потоки в стране. Кровопускание, так же как и приток новой крови, это всегда полезный процесс. А когда эта кровь еще и здоровая, то это процесс полезный вдвойне. Уже тогда, в первых интервью Путина, ощущается, каким методам власти лично он отдает приоритет. Не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Дальнейшая карьера Путина в Москве стремительно пошла в гору. За два года из промежуточных должностей и заместителей он получил портфель главы ФСБ. В 99-м стал председателем Совбеза Российской Федерации и, наконец, премьер-министром страны. Путин, в моих глазах, это продукт КГБ, который работает с преступными сообществами тогда, когда это ему нужно. Он построил свою власть на обладании большим архивом КГБ и ФСБ, используя нужную информацию как компромат, как инструмент давления и шантажа. В конце 90-х здоровье тогдашнего президента Российской Федерации Ельцина резко ослабло. Он жил на таблетках и фактически уже ничего не контролировал. При таких условиях его основной задачей стал выбор такого преемника, который мог бы гарантировать иммунитет неприкосновенности. И речь шла не только о неприкосновенности состояния семьи Ельцина, но также и олигархам, которые его поддерживали. Бывший КГБшник, имеющий досье на всю верхушку власти, был очень удобным кандидатом. Хотя и не для всех. Когда дело пошло к тому, что он, возможно, станет президентом, я был категорически, так сказать, против. И не я один. Вот мое окружение все считало, что выводить руководителем страны человека из спецслужбы, из КГБ, и самой кровавой преступной организации, которая существовала, ну, не знаю, я был категорически против этого. Чтобы уменьшить подобные настроя, нужна была какая-то легенда. И чем эпичнее, тем лучше. В 1996 году в дагестанском Хасаверте было подписано перемирие, которое закончило Первую Чеченскую войну. Фактически это была капитуляция Москвы. И удар по честолюбию той части россиян, которые даже представить не могли отделение и независимость Северного Кавказа. Социальный запрос на укращение чеченцев использовали спецслужбы. 9 августа 1999 года директора ФСБ Владимира Путина назначили премьер-министром Федерации. Первое решение – спецоперация против чеченских боевиков, которую освещали все федеральные телеканалы. Затем мир шокировали взрывы жилых домов, в том числе и в Москве. Их приписывали чеченским террористам, хотя на самом деле за терактами стояли российские спецслужбы, работа которых была бездарно шита белыми нитками. Когда за три дня до взрыва дома в Волгодонске, Селезнев, спикер Госдумы Российской Федерации, объявил о готовящейся провокации взрыва жилого дома в Волгодонске, а взлетел дом в Москве на улицу Гурьянова. А через три дня действительно взлетел дом в Волгодонске. Более трехсот человек стали жертвами взрывов, от которых веяло вмешательством спецслужб. С 21 на 22 сентября ФСБ пыталось подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали. И по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. И начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей, и эти люди оказались офицерами ФСБ. Созданный пропагандой лозунг «наказать чеченских террористов» стал воротами к Первой войне и победе Путина, которые должны были прославить его перед выборами. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня, извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. В общем, контртеррористическая операция официально продолжалась до 2009 года. Но активные боевые действия с бомбардировками жилых кварталов закончились фактически через год. Тогда Путин показал миру, с кем будет вести переговоры от имени чеченского народа. Ахмата Кадырова, который, по версии чеченских повстанцев, и сам был завербованным агентом россиян. Когда грозно, что ФСБ мы разгромили, в августе документы, руки попали. Именно Кадырова фамилия была, и напротив его кличка Адам. Тем временем телеканалы нахваливали воинственного премьера, который еще и от 100 грамм может отказаться. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды плавать на себя. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда все, кто погиб, тогда получается, что не погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту тупинку поставить. Мы обязательно выпьем за ней. Обязательно. Но пить будем потом. Образ энергичного, непьющего чекиста был выигрышной комбинацией на фоне эксцентричного президента-алкоголика, который часто превращался в посмешище. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. В марте он выиграл первые президентские выборы. Набрав почти 53% голосов, Путин начал подминать власть под себя. Неугодные олигархи, которые получили немалое влияние при Ельцине, силой были лишены власти. Ходорковский оказался за решеткой. Березовский в британском изгнании. Независимые до сих пор крупные СМИ, такие как ОРТ и НТВ, перешли в руки людей, близких к президенту. В связке с гостелеканалом «Россия-1» теперь они составляли ядро пропутинской пропаганды. По решению президента выборы в Госдуму стали доступны только для партий. Так была расчищена дорога для президентской партии. А «Единая Россия» начала превращение в компартию Сталинского разлива с исключительными полномочиями. После этого все законодательное поле Федерации начали перестраивать по лекалам Сталинского Союза. Розовые мечты мини-диктатора. Нужно было бороться за сохранение единства и целостности российского государства, которое просто большевики переименовали Россию, переименовали в СССР. Вот и все. Но это же была Россия. Взяли и спустили красные знамя. И прекратили существование этого великого государства. По состоянию на этот год россиянам светят тюремные сроки за укрывание информации, важной в интересах государства. То есть за недоносительство. Тюрьма за подстрекательство к протестам. В полтора раза увеличилось количество статей, по которым судят с 14 лет. ФСБ получило право требовать доступ к любой цифровой информации и личным данным интернет-пользователей, которые пользуются услугами российских провайдеров и поставщиков интернет-услуг. Есть много народу, миллионы, которые поддерживают Путину. Могу объяснить почему. Жить стало лучше. Но противнее. При этом уровень поддержки главного жандарма России превышает 80%. Благословением для чекиста и для всей России были внешние обстоятельства в виде скачка цен на энергоресурсы. В конце 90-х нефть и газодоллары пролились золотым дождем на Федерацию. Контроль над финансовыми потоками обеспечил Путину широту маневра. Мне нужно только улыбнуться, наверное, в некоторых местах, показывая, что не так страшен чёрт, как его молюют. Простянулся. И носу пить брови показывает, что не позволим. Кажется, невинная шутка рассчитана на соответствующую аудиторию. Но за ней скрывается ключ к современному политическому строю России. В начале президентства Путин ввёл так называемое «право равноудалённости». То есть бизнес будет иметь шансы расти, если те, кто за ним стоит, будут лояльными к власти и не будут лезть в политику. Помогать им в этом должно современное дворянство – каста чекистов. В правлении Путина каждый третий чиновник высшего и среднего эшелона власти – это воспитанник спецслужбы. В качестве рекомендированных сотрудников они направляются в ведущие российские компании, которые в стратегическом плане представляют важность. То есть это все нефтяные компании, это компании, связанные с транспортом, авиакомпании и так далее. Там они входят в советы директоров, получают достаточно большие выплаты. Хищение в России с благословения Путина стало национальной чертой. На 18-м году правление состояния семьи и ближайшего окружения Путина на иностранных счетах выросло до заоблачных масштабов. Мы только что видели интересный доклад, в котором говорится о 24 миллиардах долларов – необъяснимых доходов, которые принадлежат близким Путину людям. Интереснее всего то, что все эти блага не в России, где у них, конечно, есть красивые дачи, красивые машины, вертолеты, но основная часть денег за рубежом. По другой версии, ВВП – самый богатый человек планеты. Конечно, открыто Путин скромняга. Открыть доступ к личным счетам и пересчитать, сколько на них денег, практически невозможно. Но финансовые дела его близких открывают некоторые секреты главы государства. На счетах, например, его племянника, двоюродной сестры Михаила Шеломова, простого специалиста совкомфлота, нашлось полмиллиарда долларов. Еще один давний приятель из питерских времен, талантливый, биолончелист Сергей Ралдугин, через офшорные компании провел 2 миллиарда долларов. Россиянам промывает мозги, объясняя проседание экономики враждебно настроенным миром. И не показывает более 20 дворцов резиденций начальника Кремля. Утверждение Путина у власти было бы невозможным без зачистки информационного поля. Из него постепенно выдавливали всех серьезных критиков режима. Журналистка Анна Политковская занималась расследованием коррупционных схем и наживанием окружения Путина на Чеченской войне. Ее убили 7 октября 2006 года, в день рождения ВВП. Заказчики убийства до сих пор не найдены. 23 ноября того же 2006 года в британской клинике умер бывший российский разведчик Александр Литвиненко. Его отравление полонием связывают не столько с раскрытием секретов российской системы власти, а с посягательством на репутацию самого царя. Он личный враг Путина. Он Путина обвинил не просто в каких-то воровстве и так далее, он обвинил его в гомосексуальной педофилии. Его киллер Андрей Луговой вскоре после смерти Литвиненко стал депутатом Госдумы. Еще один критик путинского режима. Сейчас монополизировал и прикупил себе ТНК-БП, я имею ввиду Путин. До этого он ограбил ЮКОС, посадив Ходорковскую в тюрьму. Он полностью поставил под личный контроль финансовый Газпром, Транснефть и все остальные компании. Он контролирует там сотни миллиардов долларов денег, потоков. Либо его люди это делают. Они при этом становятся миллиардерами. А почему он это контролирует? Не потому, что он клептоман, а потому, что он боится, что деньги могут оказаться не под контролем. Вот что он боится. А неконтролируемые им деньги, это, возможно, поддержка оппозиции, например. Немцова показательно убили почти под стенами Кремля 25 февраля 2015 года. Система полицейского режима пользуется концепцией управляемого хаоса, когда критика звучит лишь одним голосом и из одного источника. Алексей Навальный. Он и сам не скрывает, что готовит теплую ванну диктатору России. Мы отправим под суд всех ваших дружков, родственников, соседей по даче, сослуживцев и всех, кого вы сделали миллиардерами за счет того, что вместе с ними разворовывали наше государство в течение 18 лет. Вы сами можете получить иммунитет, но только если согласитесь выполнять законы и обеспечите мирный транзит власти. Российская оппозиция через свою слабость получила прозвище Махровой. Так Путину удалось создать систему управления, которая, промывая мозги пропагандой, полностью подчинила общество своим интересам. За чистотой инфопространства следят спецслужбы, и в сегодняшней России даже за интернет-комментарии могут упрятать за решетку. Возбуждено уголовное дело по факту размещения в вами в социальной сети ВКонтакте комментария экстремического судеба. В стране действует фактически однопартийная система. Власть концентрируется вокруг пропрезидентской партии. «Единая Россия» имеет молодежные организации и движения. В частности, молодых адептов путинизма готовили в организациях «Наши», которым Путин ездит регулярно на озеро Селигер. Потом из этого гнезда любителей ВВП вылупились будто бы аполитичные движения. «Стоп хам» и «Лев против». Одни на камере борются с неправильной парковкой, другие гоняют по улицам пьяниц. «Общественное движение «Лев против», будьте добры, алкоголь уберите, пожалуйста». Киношное правосудие происходит благодаря полицейским, которые, о чудо, не пакуют своих активистов в автозаки, а становятся на их сторону. При этом российское общество до сих пор у разбитого корыта. Более половины жителей федерации, 58% находятся за чертой бедности, 89% общих благ контролируют 10% граждан. Вот и получается, что все величие России помещается в карманах нескольких сотен человек. И чтобы статус-кво сохранялся, несогласным регулярно показывают, кто дома хозяин. У нас есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина-мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. В его арсенале еще много подобных шуток. Лукавство и откровенные лжи, которые он кормит как своих русских граждан, так и весь мир, пытаясь запугать или впечатлить. И чем больше таких попыток, тем чаще он выглядит посмешищем. Сегодня Владимир Путин уже побил личный рекорд одного из своих советских предшественников. 18 лет руководил государством Леонид Брежнев. Впереди Сталин, продержавшийся у власти 31 год. И пока все указывает на то, что нынешний хозяин Кремля готов обойти и его. Как показывает опыт и вся система нынешней власти в федерации, для Путина выборы это всего лишь формальность. Сегодняшняя Россия не имеет ни одного весомого аргумента, чтобы переизбрать нового президента или де-факто поменять себе другого царя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова